Сегодня, ну, как бы начинается новый цикл о пересмотре ряда исторических, в общем-то, стереотипов, и, в частности, я хочу коснуться одного интересного вопроса о территориальном самоопределении этносов, которые входили в состав Российской империи и входили в состав Советского Союза, как, например, или автономной, или союзной республики. Так вот, это государство на 1918 год выделило непосредственно полностью территорию единственного этноса Финляндии, ну, в силу несменяемых наследственных династических родов, обладающих правами именно на эту территорию. Это была уникальная ситуация, так сказать, до того, чтобы стать императором, Европейский Союз, как бы, подарил территорию прибалтийских княжеств, герцогств, точнее, и Финляндского королевства, территорию России. Тогда она стала иметь право обладать званием империи, и Петр Первый имел право стать императором, вот, который включается в союз других государств. После ликвидации, самой ликвидации монархии 2 марта, мы возвращаемся к исходной территории, и, собственно говоря, Конституция 1918 года определяет границу новой России. То есть, это вся территория Российской Федерации, в которых все-таки до юра были очень сильные права у старых династических родов Финляндии. Дальше выделяется, как в единую форму самоуправления Армения, запомнить, так как она это чисто по человеческому порядку, исходя из древней истории, священной истории, самый древний государственно оформленный народ на земле. И территория Армении представляет самая древнейшая территория, обозначена в сочетании вот с этим народом. Поэтому по Конституции 1918 года эта территория, по сути дела, весь Кавказ, даже еще захватывает, потому что большая часть Армении находится на территории Ирана и Турции. Это сейчас забыли. Это древнейшая страна. Вы, кстати, завоевание она потеряла. Так вот, ну, в силу просто-напросто понимания, что перед этим древним народом надо иметь уважение и дать им право, ну, естественно, без выделения с территории Российской Федерации, но обозначенная территория в рамках Российской Федерации, вот это единственный народ, единственная территория, которые были четко обозначены. Ну, потому что, вы же понимаете, что в России всегда хватало историков, дипломатов, ученых, которые понимали право этого народа на выделение. Вот здесь мы подходим. Следующее такое же искусственное, в общем-то, созданное государство, которое вдруг оказалось, но имеющее права на эту территорию, выдуманное Владимиром Ильичем Лениным на Украину. Следующей передаче я и буду посвящать юридически необоснованность существования Украины, которая противовречия по сравнению с Арменией никогда не имела своей территории, никогда не имела своего языка, никогда не имела своей космогонии, никогда не имела своей космологии, никогда не имела своей религиозной обозначенности, никогда не имела права принадлежать к одному из трех потомков сыновей Ноя. Поэтому сейчас возвращаемся к Армению. Смотрите, в Армении существует очень таинственная древняя территория, как ее иногда называют Нагорный Карабах. Ну, то, что эту территорию нам оставили, как бы, космические пришельцы для рассмотрения, там, чем она интересна, не знаю, как знать не вы или нет. Если вы туда приедете, если вам будет лет 60, месяц через два у вас пропадут все болезни, у вас опять будет, как у молодого итальянского, жигалот, торчать под 90 градусов, вот, и вы будете жить еще в ближайшие лет 40-50. Древняя мистическая территория, еще есть остров Норфол и ряд мест, где существует вот такой странной ситуации с человеческими генами, где процесс восстановления клеток идет необъяснимым образом. Лет 30 назад уже проходили версии, что там, правда, паспорта обычных граждан поселились представители, ну, знатных родов, например, высшей, в общем-то, иерархии, финансовая элита, это миллиардеры, вселенная, ну, я оставляю на совести старые публикации. На сегодняшний день идет спор, как бы, Армения и Азербайджана за эту территорию. Что я хочу сказать? Азербайджан, вот это еще одна искусственная форма, которая не может существовать в природе. Азербайджан – это абсурд истории. Азербайджан не может быть в природе, в истории, в юридическом пространстве. Не то, что Карабах не относится к несчастным азерам, а сам Азербайджан – продукт политического хамства. Хачи, невежество армянских юристов и грязного лживого хамства кремлевской гнойной банды, которая не имеет права на законотовольство, так как у него нет легитимного права на примат права. Так вот, Армения, как республика, и Азербайджан, как республика, продув включение в систему советской власти, которая перестала существовать до юра. И после 1991 года они стали свободными. Но, если Армения только изменила свой статус, то Азербайджан исчез в простой истории, так как он был создан из пустоты властью советов. И в основе не было ни земли, ни народа, а была именно советская система власти и управления этнической территориальной пустотой. В 1991 год СССР исчез. Все, что было связано, создано в стране, на территории Российской империи, с периода оформления РСФСРСР, перестало иметь правовой базис. Распалось все. И тогда Азербайджан исчезает физически и из юридического правового поля. И вообще просто не стало. Он фантом. Теперь уже условная история советской власти. Так вот, Армения, как древнейшая страна и народ, армянский историк Максес Харинац уточняет, древний ванский царь Русы, Русы – древний город Ванской империи. Внимание! В Российской империи 26% Армении. Так как Армения, как исторически территориально выраженная страна, в территории в начале 20 века была давно захвачена основными историческими оккупантами. Это Турция и Персия, Иран. Это надо всегда помнить, четко осознавать, в силу дальнейших событий создания выдумки про несуществующий Азербайджан. Была, есть и будет, древняя Великая Армения. Они всегда помнили, знали в Евразии. И все, как о территории, откуда началась, исходя из священной истории, история человечества. У меня же там про отца Ноя. Откуда его три сына, Сим, Хам и Афет, во главе своего рода, стали поэтапно подвергаться захвату с юга, всю северно-восточную часть Турции – это Армения, сейчас северно-запад часть Ирана, Персия – это Армения. И эта ситуация, кстати, была обозначена процессом развития. Имперская Евразия во всем историческом пространстве. В империи включились различные государства и народы. При этом все знали реальные границы завоеванных царств. Сохранялись родовые генеалоги правящих династий. Это князья, ханы, бароны, сеньоры, графы, лендлорды. Спокойно жили на своих землях при дворе султана, царя, рой, кинга. По сути всех объединял просто федеральный налог – султан Бакшиш. В любой империи главный федеральный наход императора. То, что Российская империя, присоединенная в 1802-512 году в реальной исторической земле, входила за правовые рамки территории Российской империи, я имею в виду Армения, было обычно в тот период. Армения существовала на территории Турецкой империи, как армянский велоед, Российской империи, как губерния Кавказа и три – Иранского царства. Если вы посмотрите на карту номер 2, приложение, вы сейчас прочтете ссылку, пусть не откроете и посмотрите, ну, приложение, там будет ряд древолюционных карт, ну, с моим четко выраженным значением, вы поймете, о чем я говорю. То обычная географическая карта, как учебная пособие для гимназии, вы увидите, смотрите, левый угол, красная полоса, начало слова Армения, написанное на карте современной Турецкой империи и заходит на территорию Российской империи. Это очень интересная надпись, потому что международное право, она включала именно такое обозначение. Это всегда надо помнить, чтобы никогда не возникал вопрос, что, как говорится, этнос, вот он связан со своими границами. Нет, очень часто все по-другому. Так вот, условный азербайджанный термин нашего времени. До 1918 года их не было в природе. Ни на одной карте древолюционной такого понятия, как Азербайджан, ни один справочник не включал в себе такой этнос, даже как отделение турко-татар. Так вот, что интересно, до 1918 года все местные люди Кавказа, если это были не армяне, ни грузины, ни горцы, были только в одном общем качестве. Это и были то самое административно обобщенные турко-татары. Условные бродящие представители тех самых так называемых татар-монголовых. Потомки племен татар-монгольской империи, которая распавшись в 15-17 веках, оставила на всем пространстве Евразии как мелкие орды, вроде Букиевской орды, так и в этом оседле сконцентрированной группе, вроде русских, рязанцев, касимовских татар, волжско-казанских татар, башкир, калмыков, буряты-монголов, чукчу, гурты-японцев. Но распавшись золотая орда оставила и простой оседлый племенной, ну, такой этнос, который объединили только корни тюркских диалектов. Так вот, генетическая тупость и напористая хитрость. Вот этот тюркоязычный сброд, который не обрел своих четких этно-религиозных имен, вроде русских, или татары, или чукчи, и не имея родовых древних корней, то есть не имея притязаний на дворянской достоинства, какие бы то ни было имена, фамилии этого рода, распространились сами по себе, как тараканы или менты, и прижились на всех южных, юго-прибальтийских, восточно-кавказских, юго-восточных, восточных окраинных землях, Российской империи. Подпираемые с юго-востока более древним, азиатскими чуркманды, вроде узбеков, туркменов и прочих братьев, в общем-то, по древней истории. Отдельные статусы имели турко-татары Крыма. Крым – это филиал Турецкой империи. В 1771 году, в 1773 году, Крым вошел в состав Российской империи. И татары, дворяне Крыма, были уравнены с дворянами России. Вот эти все русские дворяне, Карамзины, Рахманина, Бунина, Вересаева, Бабарыкина, Гумилёва, тем более всякие там при дворе, князья усыпал, суп и прочее. Это потомки дворян, Мурса, ханов, Орды Крыма. Азерхачи – это безродный сбород. Без имени, без земли, без истории, перспектив. Их создала война с Германией. Интервенция в 1818 году. Единственной территорией Российской империи, которая была четко выражена, как принадлежащая этому землю, были исторические земли, армянские. Которая предполагалась особой на тот период права. Смотрите, декларация «Прав трудящихся народа», глава 3, пункт 6. Итог программного закона «Новой России 18-го года». Территория не выделяется и не отделяется никому. Армения, как земля армян, четко обозначена. Но Азербайджан, как и турко-татары, не названы вообще. Хотя, потому что закон декларации предусматривает создание самоорганизации для наций. Напомню, чтобы вас не смущали как бы грузинские имена. По сути, все территории из-за Кавказа, Север, Лига, Армении. Именно собственные названия городов и мест. Это все продукт царско-российского присоединения. Царство, конечно, земли. И факт откровенного завоевания. Продукт политики администрации, которая сознательно чертила границы губернии и давала им название исключительно исторически, нарушая исторические связи местных правящих родов и определенных земель как наследственной родовой собственности, которая была ликвидирована при присоединении. Местная знать сохраняла титул и статус родовой значения, но они как бы передавали свои права на землю под имперское управление. Например, так называемый город Тбилиси, он же Тифлис. Мы все, исходя уже из жизни СССР, со всеми предшествующими административным преобразованием представляли себя как чисто грузинскую столицу. Но по факту это чисто древнейший армянский город, где еще чуть не так давно грузин-картвел вообще не существовал. В 1940-м году было меньше, чем тех же турк-татар. Грузин – всякий более поздний народ того региона. 1916-17-18-1991 год. Подведем итоги. На Кавказе не было, не могло быть ни Азербайджана. На Кавказе, кроме грузин-армян, борских народов, известных по именам территорий, не было никого. Как народы выражены в имени. Там было только тюркоязычное, бродящее население, наподобие уровня бродящих цыган и бродячих ментов, без исторических родовых прав на землю Кавказа, которое именовало с титула царя, государя, иверские, картвельские, кабардинские земли, области армянских, черкасских, горских князей, и у них наследничество и государь. 16, 18, 91, 2016 год. «Разербайджан сейчас». Это что? А это продукт правового университета, прежде всего армянских юристов. Вообще-то уже в апреле 91-го года армяне могли, по крайней мере, до июля, остановить свои права на все земли армянские, для начала создав всеармянский учредительный съезд депутатов всего, народы армянские, и установить себя, как всеармянские государства, параллельно через ООН, напомнить Турцию и Ирану про исторические захваты армянских земель. А Турка в Малайзии вообще-то появилась в 7-8 веке, после распада великого, так сказать, еврейского каганата в центре Европы. Кратко про выдуман Азербайджан. Бакинская нефть, как историческая принадлежность, а реальная, как взятая в аренду земля Российская империя, на которой добывали свои нити иностранные фирмы нефтедобытчики. Добыча нефти в мире, кстати, на 1915 год. США 38,5 миллионов тонн, Россия 9,3 миллиона тонн, Мексика 4,9 миллиона тонн, Румыния 1,6 миллиона и так далее. Но тот период Бакинская нефть, это главный, независимый от США источник нефти в Европе. Юг Российской империи, это уголь и железо, крупнейший металлургический завод империи и гигантская добыча угля и железа. Но это были иностранные заводы и шахты. Это вложенные в основные фонды сотни миллионов, Франция, Англия, Германия, Белгия и Швеция. Но земля была частью земли Российской империи. И налоговый доход шел естественно в финн империи. Вдруг, 2 марта 1917 года царь закрыл империю, нет империи и нет власти. Местные чурки, турки, оглы, захотели получать арендную плату и самый крупный промоцловый имперский налог. На все земли, где добывали нефть, углы и железа. Внимание. Происходит великая афера 20 века. Чурки, хачи, азербеки выдумывают и народ, и страну. Но назвать себе чурка, турка, татар, аглы нельзя. Сбегутся 25 миллионов соплеменников до чурки. Местная чурка, азербеки, называет себя арийцами, внимание, иранцами. Вот назвать себе иранцами в тот период, но это может быть только на диком хаосе тех первых лет становления нового государства. Это не стел. Все было очень реально обоснованно. Местные хачи собрали историков, археологов и главного народу талантовых журналистов, которые начали в серии на всех языках мира публиковать политико-социальный результат и великое открытие исходной прародины хачи Восточно-Кавказского Причерноморья. Оказалось, что хачи этого региона связывает с тюрками, тюрк-татарами и прочим башкирами тюркские корни общего языка, который стал чисто случайно для хачи общим кайне суржиком. А на самом деле хачи и азербеки не заползли в этот регион с татарами-монголами и прочими угоры-киргызами с Семеро-Востока как тараканы, а плавно оказывается заселяли эти земли с Иранского на горе. И только территориально и административно смешались смешанными кличными татар-монголами, а не ж турк-татарами. Я в чьих-то излагаю контрапунктах истории, подробно можете прочесть любую энциклопедию, тем более около современных сборников газетах и монографии. Так вот, посмотрите на карту номер 2, любую карту начала 20 века, и вы увидите на юг от Кавказа территорию Ирана, где эта территория названа в административном русском названии. А-дер-бей-д-шан. Смотрите, карту номер 2. И вот эта область Ирана оказалась и историческая родина, и место происхода тех самых несчастных уже теперь арийцев индоиранская группа, которая волей исторической судьбы, разделила плавающие государственные границы Российской империи, как всем известно, была тюрьма народов. А реально вам объяснили, что вообще-то это непрерывная территория проживания исторических индоарийцев, иранцев под именем Чурки Азербетки, которые вернули себе исторические земли имя. Анекдот в том, что после того, как закончилась гражданская война, вот внимание, это очень интересный период, когда Азербайджан плавно войдет в состав СССР во всем объеме прав на свои уже ограбленные армян, грузин, горцев, земли, азеры, хачи, мгновенно забудет про свое арийское прошлое и опять станут тюрками. Вот эта интересная интерформация, и, кстати, все эти договоры и все учебные посуды писали в посуде одни и те же люди. Они так и оставили в составе, в общем-то, Азербайджанская Академия Наук. И даже лидерами в идее восстановления исторической значимости всего тюрка язычного нарвода в деле образования среднего государства Евразии. Если возьмете какой-нибудь академитический словарь персидского языка, разберете это слово, Авербаджан, вы увидите, что это не имя собственное, вроде Андалузии, Туркмении, Бретонии, или основные административные слова, которые означают что-то вроде податная провинция. Ей, кстати, управлял назначенных шахом Иранов своего рода генерал-губернатором, а не родовой князь, так как это была завоеванная земля Армении. Так что назвать именно азербайджанцами просто невозможно. Это ничего не сказать, так как жили, конечно, все народы регионов в той же Персии, в той же Турции, в общем-то, как Армении, Персы, туркмены, курды, те же безродные турко-татары, как пришли арендаторы, тараканы и бродячие менты. Абсурд и база этой легенды. Хачи, чухи, турко-татары этого региона до 18-го года, как земли Кавказа, Приморского района или Азербайджана северного периода, прежде всего, господа, не то, что не имели документально выраженной истории в виде именных документов родоначальников на Парси, но вообще не имели своего языка, вообще не имели своей письменности. До 1929 года они пользуются арабской графикой даже, а не персидской. Но это касалось только религиозной прослойки. А те хачи, купцы, что вели свой бизнес в этом регионе, говорили и писали по-русски, по-немецки, по-французски. Хачи, как турко-татары, как народ, были только тотально безграмотны. Говорить о каком-то языке вообще не имеет смысла. Внимание! Говоры в том регионе были и есть всегда язык они. Самое смешное в том, ну это также как касается вопрос так называемых украинского города, диалекта, как и белорусского. Это все в одну кучу. Так вот, это все было сформирование в виде общего кайне, когда вот плита слова и звуки другого местного языка. Но останется корневая база. И с чухами, чукчами, вот чем-то, и, как говорится, азербайками, так и было. В каждом месте, где они обосновывались, они говорили на ГОГО. Свой тюркский плюс местный. Свой – это огурский, кипчакство, ареалов. И когда бы как бы из чужих земель созданы так называемые азербайджанские СССР, то еще в 30-40-х годах там были четыре диалектные группы. Восточная, кубинские, бакинские, шамахинские диалекты, мутанские, динкаранские говры. Западная группа казахский, карабахский, танжинский диалекты, айрумские говры. Третья – северная группа, нухинский диалект, закатно-кахские говры. Южная группа нахичеванские, ордубатские, тавриевские диалекты, и реванские говры. Различия в диалектах затрагивали главным образом фонетику, лексику, ну, мимикры мест применения. Это, посмотрите, просто самое интересное такое лингвистическое, энциклопедическое словаре Марсова 90-х годов. Вы поинтересуетесь о структуре, языка знаний. То есть, если, например, Чурка в виде Азербека жил рядом с адыгами, говры был адыгский. Если Чурка Азербек жил с армянами, извините, господа, я сейчас выключу телефон. Так вот, рядом с Каспийскими туркменами, чуть туркменские, а вот индоиранского языка не было, потому что вообще не было своего языка. Читайте. Хамство Азербеков базируется на вашем невежестве. Ну, как и на невежестве армянских историков. Кавказские армянские земли отошли Персию в 19-е в 19-е век. Если местные жители были персами, они не могли изменить свой исторический язык, потому что состав населения не менялся. Поменялась только административная подчиненность. Вот. Второе. Русский язык, советская история, как метод общего обмана и плохое знание священной истории. Только в русском языке, на русском языке может существовать древняя история народа, протянувшаяся до времени Рождества Христова. Вот так называемые народы, которые созданы в 18-20-20-х годах. Сейчас в сети интернет в книгах, учебниках истории в энциклопедиях изных постей 1920-го года будут читать про историю азербайджанского народа до периодов шумеров и бавилонов включительно. Сейчас история древней Персии, династии персидских правительств, вроде Ахаменида, Сассанида, превратилась в происторию выдуманных в 1920-22-х годах чурок-азербек. Этот бред невозможно существовать. А вот чурк-манды, чурки-чурка-татары, чурки-азербек и бродячие менты и тараканы оказались как бы пришлые с бродом, не имеющие родовых дворянских корней. Российский персидский воин. К России отходят армянские земли. Хаханат. Это первая административная единица Армении, которая находится в подчинении управления Персией. В договорах в России Персия перечисляется к Хаганы. На Фарсии это Каханлу, а вот попробуйте, кстати, выразить на административном русском, как у вас получится. Свои титулы не могут выразить даже сами армяне. Они в современных статьях, книга по истории армении, приводит титул Малик. Но не могут назвать само царство княжества, как Малыхуд, чтобы сделал любой арабский историк хронист. Потому что мы сразу возвращаемся к нашей великой Торе. Но ответ козаветный титул современный армян пишет на русском Меликство с дурацким множественным русским числом. И в текстах договоров на русском языке, когда приводят официальный текст договора, то Персия сдаёт, оказывается, в виде армянских территорий ханство. И все думают, что азербайджанцы говорят, что Россия присваивала их земли из ханства, как тюрков. То что армян типа ханства быть не может. Правильно. Армяне были, есть и будут только ганаты. Вот. Ребята, кто им определял границу земли на вырезанном от армян Кавказе? Кстати, на территории горцев Кавказа, так называемой Грузии. Запомните, Армения и Грузия, войдя в империю, были до метра выражены на их территории. Это самый тайный процесс истории. Кто, как определял границу земель азербеков? Почему некоторое не провергал чуркманды азербеков? А вот как раз потому, что это простые чурки. Армяне монархисты. Вот здесь мы подходим к интересному факту, что СССР пусть это замелит вопрос истории. Монархисты полностью. Так вот, их надо было послать нафиг. На кой хрен нужен на Кавказе с юга аристократ? Первый этап в 17-м год начало резкого класса и сословного противостояния. Каждый понимал, завтра гражданская война. Дворяне всего мира братья навек. Дворяне Армении потенциальные союзники белых. Если на Кавказе будет великая дворянская Армения, то это будет главная сила монархист. Белые победят. Потому что у белых в России сторонников нет. А дворяне Армении, помню, что у их с юга сосед турка или перца. Как бы они не презирали и ненавидели Россию, но они бы всегда стали в составах рамка империи. Были бы боевой сильной единицей в белой армии. Вот здесь надо просто помнить, что все решалось лишним 10 тысяч сабель в каждом отдельном войске. Вот. И вот эти вот как бы одна треть ну если считать выраженным хотя бы 800 тысяч армян, которые могли бы встать на сторону белых, это были огромные страшные силы. Так вот, быть дворянином Российской империи слегка лучше, чем быть вонючим георгем, человеком второго сорта в Турции и Персии. И армяне это прекрасно понимали. А у Чука Хач, пролетарий, такой же изгои истории, как любой Башкир или Чукч. Вот он хочет быть независимым. И он хочет независимым за своей территорией. Это район Исламский рай для Чурки, Рента, Бакшиш, Халява, нефть, металл, уголь. Богатейший район Российской империи нефть, марганец, медь, полиметаллы. И ничего не надо делать. Собирай Бакшиш. Так вот, если Чурка, то будет хозяином потому, что белогвардейцы монархист хуже трипера. Для них естественно монархизм это плохо. То есть и здесь получается косвенное. С одной стороны они как бы играют на руку в общем-то белогвардейцам, а с другой стороны они не хотят, чтобы белогвардейцы захватили идеальную власть. Вот эта сложность и интересная ситуация на юге России она определяла эту ситуацию. Так вот, белая это та же идея единая неделивая империя. Кто бы тут позволил стать независимым Чуркместаном? Мало кто знает о тайной помощи азерам от РСФСР. Чурка по версии в общем-то того же Калина должен захапать весь регион и подрезать армян, которые вместе с грузинами, а я имею в виду дворян, националистов. Вот, а если, ну я не знаю, у кого больше, например, конезей на душу населения, чем у грузин. Ну может быть только у испанцев. Нет, пожалуй, у грузин больше раза в три. Вообще, странно думаю, что грузин не князь может существовать в природе. Ну ладно, оставим в покое, пока. Так вот, чей-то националисты, они оставались на кастырном Кавказе, слегка поиграть, независим, а пусть и тихо уступят место советской системе и станут буферными странами на границах, а чурых-хачи надо поддержать, их надо признать и помочь признанию во всем мире, включая Турцию и Иран. А после, спокойно создав Советскую Республику, родной советский Северный Фийский Азербайджан и оставить ему нагло выдуманные земли империи и страну, созданную на труп армян и грузин. Временный Национальный Совет Азербайджан в мае 1918 года проглачил независимую Азербайджанско-демократическую республику. Но уже 1919-1920 году председатель парламента республики Ток Чебаши представлял Азербайджан на Парижской мирной конференции. Еще идет гражданская война, запомните. Но эта уже территория уже не может принадлежать ни странам Антанты, никому, ни Германии. То есть, грубо говоря, это уже территория как бы независима, самостоятельного народа. То есть, все уже занято. То есть, невозможно претендовать на спорную территорию, исходя из вложенных капиталов того же, например, Джона Хьюза, очень-то, рельс прокатных производств, французских шахт и добыч. Французы имели в этой региону свой стратегический интерес. Франц сразу в 18-м году признает эту республику. И все победитель члены Антанты. Англия тут же стала иметь свои стратегические интересы. Это ее заводы, рудники Юга России добывали железо, лилистали, экспортировали ее в Англию. Это ее уголь добывал Холдинг Джона Хьюза на Донбассе. Республика Азербайджан признают со всей землей, которую сами чурки захапали, определили, наверное, довязьми. Это было то, что нужно именно для РСФСР того периода. В Советской России тихо, будет войска в республику, но никто никого не стреляет. Это не война, это классовая программа. Все остаются на своих местах, как сейчас. Например, если будет изменение, то есть просто-напросто теперь любой собственник становится управляющим предприятием. Поэтому никакой крови здесь не будет ближайшее преобразование страны социализма. Просто общий доход теперь будет идти и бывший собственник будет получать свою зарплату. Ну, по отношению к СССР, скажем, 540, как директор второй категории. А все миллиарды пойдут в общий бюджет. Так вот, так же и там. Так вот, всего лишь страна сменила политическую ориентацию. 28 апреля 2020 года была формирована советская правительство Азербайджана на территории уже признанной в мире. В декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Армения образовали временное государственное объединение за Кавказскую СССР Федеративную Советскую Республику за СФСР, которая 30 декабря 2022 года и вошла в состав СССР. Советская Армия не спаривала права на свою землю захваченную турко-татарами. А вот почему-то не спарят армяны после референдов в 1991 года вот это фантом. Так вот, 2016-2017 год армяне воюют с народом фантом. За Карабах до сих пор до бои, до сих пор до спор, до сих пор может война. Так вот, они воюют с Квази, народом, которого никогда не было в истории, которого не могло быть, и воюют за свою же землю, данным от праотца, но и вот этот самый дурацкий анекдот в мире, который находится рядом с нами, вот этот горный Карабах. И странный, никогда не существовавший народ, государство, азербайджан и азербайджанцы. Вот, просто я напоминаю маленький курьез нашей общей истории. Такая же примерно историческая, в общем-то, странная история будет в основании такого государства, как Украинская республики. До свидания, господи товарищи.